Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секрет успеха. Основная Библия». На предыдущей неделе мы изучали удивительный стих, о котором сейчас мы прочитаем, но также кроме стиха мы изучали качество смелости и противоположного качества смелости – это робкость. И вот что это означает. Смелость, в отличие от робкости, это готовность с радостью принимать любые страдания за правду, зная, что в них мы постигаем глубину истинной любви. Смелый человек может быть смелым в том моменте, когда он идет даже на страдание за правду или истину, и в этом он постигает истинную любовь. И кажется, в каком-то смысле смелость – это не христианское качество, но смотря для чего смелость. Но в Библии есть много, где описывается, что эта смелость нужна, особенно апостол Павел говорит, что он просит Господа, чтобы мы молились, чтобы у него была смелость. Но, конечно, к чему для проповедования Ваннии. Поэтому мы зачитаем три причины или три вида смелости, которые должны быть у каждого христианина. И позже мы поговорим о стихе, которое записано в Исаии 51.12. Но сейчас я хочу зачитать его. Этот стих, который мы изучали на предыдущей неделе. «Я, я сам Господь ваш, кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава». Это не полный стих, записан в Исаии 51.12. Три вида смелости. Первое. Смелость перед лицом смерти. У христианина должна быть эта смелость перед лицом смерти. Мне Господь не позволил еще в момент вот так близко прикоснуться, быть возле смерти. Но я хочу сказать, что Слово Божие говорит, что так должно быть. И я хочу тоже, чтобы я и мы все были такими людьми. Были смелыми перед лицом смерти. Не боялись окости. Позже мы больше поговорим об этом и зачитаем текст из Библии. Второе. Смелость, чтобы говорить истину. Мы должны быть смелыми, чтобы говорить истину Слово Божьего. Естественно, Слово Божие есть истина. И третье. Смелость, чтобы выполнять великие дела для Господа. Смелость, чтобы делать то, что Господь призывает нас делать. Первое. Как мы говорили уже, смелость – это победа над страхом смерти. Одна из причин, почему Иисус умер на кресте. У нас не должна быть страхом перед смертью. Потому что Иисус победил смерть. И почему нам бояться, если ключи от смерти и ада, Слово Божие говорит, Иисуса Христа. А мы Иисусовы, поэтому нам нет причины бояться. Но когда мы ходим к истине. Евреям 2.14 и ниже написано так. А как дети причастны плоти и крови, то Он также воспринимает онный, дабы смерть лишила силы, имеющую державу смерти. То есть дьявола. И избавляет тех, которые он страха смерти и через всю жизнь были подвержены рабством. Через страха смерти Он избавляет нас. Только тогда человек может бояться смерти. И тогда, когда он не готов встретиться с Господом. Христианин, если не готов встретиться с Господом, то это по причине, что у него есть нераскаянный грех. Он не примирился с человеком или не примирился с Господом. Но если это происходит в христианстве, христианин должен примириться перед Господом. И тогда снова быть готовым и смотреть глазами перед смертью. И для него это будет не страшно. Второе. Мы также знаем апостол Павел, который говорит, для меня лучше бы оставить эту землю. Лучше умереть перед Господом. Но я остаюсь здесь. Вот смелый человек. Вот смелый человек, он не боялся этой смерти. Второе. Чтобы иметь смелость говорить истину, надо молиться друг за друга. Странно звучит. Смелость. Чтобы иметь смелость говорить истину, Слово Божие, надо молиться друг за друга. И этот стих, который я не сразу бы его запрещал, я практически все стихи прочитал, где говорится о смелости. И большинство этих стихи написано в Новом Завете. И, конечно, кто о них говорил? Апостол Павел. Но я хочу прочитать этот стих. Ефесянам 6, 18 и ниже. Во-первых, Господь говорит, что всякой различной молитвой, чтобы мы молились Духом, то есть Духом Святым, чтобы это было от сердца, чтобы это было чистой, правильной молитвой. Чтобы это не было что-то заученное, что-то повторять, то, что оно не выходит с нашего сердца и не идет к Господу. И чтобы мы молились за всех людей, за всех христиан. Это первое, что он просит. И почему? 19 стих. И о мне. О них и о мне. Почему? Дабы мне надо было словом устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Чтоб он имел это дерзновение, эту смелость возвещать благовествование. Благовествовать. Вот Павел, тогда еще, когда просил, писал это Иване, он просит христианам, молитесь, пожалуйста, за мне, чтобы я мог смело проповедовать Писание. Сегодня у нас та же стация. Мы должны молиться друг за друга, чтобы мы все могли смело рассказывать истину о Боге. 20 стих. Для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Он хочет, он хотел смело, как мне должно. Мы должны проповедовать смело, Слово Божие. Лично для меня это одна из проблем, то, что я имею. Когда я на работе или где-то, я могу говорить о чем-либо. Кажется, не греховно вещах, но трудно говорить о горнем, трудно говорить о небесном. Страх приходит. Как-то могу говорить о финансах, о компьютерах, что-то еще, но об этом могу. Возможно, и это одна из причин, почему и сейчас походит время, когда попрошу вас, молитесь друг за друга, чтобы Господь дал эту смелость нам, это говорит истину Слова Божьего. Молитесь за меня. Как многие уже знают, через месяц приблизительно мы приезжаем в другой штат по служению. То есть мы будем полные, целую неделю заниматься в том, чтобы распространять Слово Божие различными способами. И один из способов, это интернет. У каждого у нас сегодня телефон есть в кармане. И мы можем вытянуть его и смотреть что-либо там, даже малополезное, но полезное. Или мы можем смотреть хорошие христианские, назидательные различные виды материалов, которые нас вближают с Господом, которые дают нам понимать больше Господа, расти в нашей вере. Молитесь, чтобы смелость картинки даже раздать, иногда христианские намного труднее, чтобы эту смелость иметь и в этом. Мы должны молиться за всех людей. Я скажу за себя, я еще в этом 2016 году, в начале года, понял эту наконец-то истину, что надо молиться, что это повеление, и молюсь, каждый день стараюсь молиться за всех христиан, где они живут по всему миру. Так Господь благословил их. И так и говорю, если кто-то, Господи, пошатнулся, не хватает веры, дай ему силы подкрепить. Если кто-то возрастает в благодать и в святости, дай ему силы, чтобы он дальше пролистал. Если кто-то, и вот так, чтобы Господь благословил. Так же, оказывается, надо еще молиться, чтобы Господь давал им смелости, благословиство и Слово Божие. Это второе. И третье. Чтобы делать смело великие дела для Бога, нужно всегда чтить Господа. Великие дела для Господа. Даже раздавать брошюры – это хорошее дело. Но Господь призывает людей, чтобы они делали много. Это записано, который стих сейчас прочитает Даниила. Господь – простый, обычный мальчик, но принял решение и чтил Господа. И Господь его сделал большим человеком, важным человеком. Так как и в то время, когда жил, так и сейчас, в времени, в котором мы живем, так и в будущем. Каждый из нас – простой, обычный человек. Но если мы чтим Господа, если мы узнаем Господа, что такое чтить Господа? Знать, узнавать, познавать. Познаем Господа, влюбляемся в Господа. Живем по Его заповедях, так как Он хочет, чтобы мы жили. Тогда Господь что сделает из нас? Читаем Даниила 11.32. «Поступающий нечестиво против завета, Он привлечет к себе лестью». Это не говорится о Господе. Господь никогда не привлекает к себе лестью. Это говорится о нашем враге. Дальше. «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Люди, которые чтят своего Господа, узнавая, влюбляя своего Господа, усилятся и будут действовать. Нам надо эта смелость, чтобы действовать то, что Господь хочет нам сделать. Но сейчас особо я нуждаюсь в том, что Господь направил, когда мы идем в это служение, чтобы чтить Господа, чтобы знать, как правильно и как больше, как лучше благовествовать, чтобы было полезно для распространения Царства Божьего на земле. Для меня это ново. Но как бы хотелось, чтобы это Слово Божие разлеталось по водах интернета, каждую углочку, грубо говоря, или прямо так сказать, каждому карман, и чтобы он мог смотреть, слушать и назидаться. Поэтому молитесь, чтобы иметь эту силу, чтобы чтить Господа, чтобы иметь эту силу делать, что он хочет. И как не прочитать этот стих, притча 28.1. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Вот на днях мы записывали видео, я с моей женой, о себе, о своем немножко, о своей личной жизни. У нас были мысли, мы размещали, а что люди начнут говорить? Вот скажут, вот вы в видео говорили так, а возможно вы поступаете не так. Хоть мы так поступаем и стараемся с Божьей помощью и благодатью так поступать. И в нас в какой-то смысле была смелость, чтобы мы запишем, потому что у нас есть на сердце желание записать, поделиться, чтобы это было полезно для других людей. Поэтому это мы сделали. В каком-то смысле мы проявили эту смелость, как лев, выступили. И когда мы это не делаем, когда мы боимся говорить что-то в школе, на работе, возможно потому, что мы делаем или делали что-то не так, и нам сейчас стильно. Нечествее бежит, когда никто ни за ним не гонится. Еще нету, ничего нас не знают, но мы можем бояться. Тогда, когда мы бываем, у нас какой-то разного вида нечестия проскакивает в нашу жизнь. И в конце об этой мысли я хочу прочитать еще такую интересную цитату. «Верующий нуждается в той смелости, которая исходит от чистой совести, истинной и всемогущего Бога». Комментары на эту цитату. Вначале мы говорили о три вида смелости, которые нуждается в этот человек. И все эти три вида смелости входят в эту цитату. Верующий нуждается в той смелости, которая исходит от чистой совести. А смелый человек тот, который не боится умереть. А не боится умереть человек, который из чистой совести. То есть проверить, наша ли чистая совесть, можно готовы ли мы умереть. Когда молимся вечером ночью, у нас же сейчас поздно, уже 12 часов ночи, снова время все идет, так быстро на неделе. И каждый день, что получилось, я снимаюсь уже, возможно, немножко сонной ночью. Ну и когда я буду молиться, когда я скажу, Господи, если я сегодня дежусь спать, а завтра не проснусь, готовы ли я стоять сейчас с тобой? Если нет, то приготовлено. Чистой совестью человек готовы встретиться с смертью. Второе. Истину. Если он пребывает в истине. И третье. Всекущего Бога. Если он чтит Господа, узнает Господа, насколько Господь велик, покоряется Господом, живет по Божьим словам, тогда этот человек настоящий, смелый человек пред Господом. И его робкости это не будет. Или если есть, угоняет. А сейчас краткая пауза. На сайте Капли Сота есть рассылка, на которую вы можете подписаться. И каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди, аудиокниги, статьи, а также вопросы и ответы. Мы верим, что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи. И вот стих, который мы изучали. Я, я сам утешитель вас. Кто ты, что боишься человека, который убирает и сына человеческого, который тоже, что трава. Когда я езжу в своей машине, обычно я ставлю сперту маленький стих, чтобы каждый раз у меня на телефоне стоит. Но также здесь, когда я на стихотворах или где, я могу посмотреть, прочитать, размышлять. Вот на этой неделе я на один день, и как интересно, каждый день как-то обращаю внимание на какой-то другой, не только стих, а даже слово. Я обратил внимание на, на днях я обратил внимание на слово «трава». И вспомнилась мне песня, которая называется «Костари на лугу размахаются острыми косыми». Думаю, насколько она похожа. Люди подобны траве здесь говорят. Я не знаю, что автор думал, когда писал эту песню, что случилось в его жизни. Но я знаю то, что он видел косарей, может быть, сам тоже косил. Но удивительная песня. Я хочу, чтобы немножко мы прослушали мелодию и слова, а позже я зачитаю эту песню до конца. Костари на лугу размахаются острыми косыми косыми. Я на милость Твою уповала, спаситель мой Господи. На милость, на милость лишь только на милость Твою. Я на милость Твою уповала, спаситель мой Господи. На милость, на милость лишь только на милость Твою. Только вера в Тебя, вот моя неизменная спутница, вера в то, что Ты всем управляешь Своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня засухайся, и спасительным камнем Ты станешь пред Господь Господь. А иначе зачем Ты полил меня дивными ростами, для чего показал мне любовь и свою теплость, для чего Ты наполнил меня чудо-песнями, Господи, неужели того, чтобы бросить под ноги с котом? Косары на лугу размахались острыми косами, совершен стенокос, злая невредимы стою, и, как прежние дни, упиваясь небесными ростами, проставляю Тебя за любовь и за милость Твоей. Удивительная песня. И сейчас все люди будут видеть, как для чего показал Косары на лугу свою теплость. Поэтому я хотел бы кратко рассказать, мне это дал Господь возможность, чтобы видеть даже молодые косы. Обычно это Косары едут утром рано, на дальнейшем рассаду, и их косят четко ровно. Но бывают такие моменты, когда коса попадает на камень, и когда коса попадает на камень, неужели того, чтобы бросить под ноги с котом? И дальше все вокруг покосы, но цветок остался. Если сравнить с нашей жизнью, то происходит что-то подобное. Каждый день множество людей умирает от различной наварки. Косары на лугу отмахались острым косом. Катастрофа войны старой. И сегодня то, что мы живы сегодня, это благодаря милости и чудо-косов. Этот автор говорит, что все шансы были, чтобы косары едут. Смерть, коса, смерть у меня. И чтобы на них было желание смерти воскосить Твою. Но Господь не колется. Эта песня восклился, этот спасительный камень. Я сам скажу. А кто говорит, что я и знал, что ты что-то делаешь. Потому что я веру в тебя. Потому что ты, Господь, тот, который дал мне, давал эти росы, чтобы я мог вырасти. И я вырос, стал этот цветком, не потому, чтобы бросить меня под ноги скоту, чтобы скот меня потоптал. Не, а для чего, для чего-то большого, чтобы прославили Господа. И этот автор знал, потому что он знал Господа. И вот сегодня опять мы говорили третий. Когда мы чтим Господа, когда мы узнаем Господа, то нам не надо бояться этой смерти, бояться этой ситуации. Потому что мы знаем Господа. И особенно, когда мы знаем, что Господь ставит нас цель, которую мы хотим прославить нашего Господа, в задании, которое мы хотим провести Ему. Нам надо бояться не этого мира, не смерти, а Господа бояться. Это совсем другая тема, но кратко, как бояться Господа. Чтобы сказать самое проще, это жить и осознавая, что мы всегда в присутствии нашего Бога. Когда мы в присутствии нашего Бога, тогда всегда осознавая, тогда мы следим за нашим помешлением, намерением. То, что мы говорим, то, что мы думаем, то, что мы делаем. Когда мы живем в присутствии нашего Господа, мы знаем, что Господь все видит, слышит, знает. И придет время, когда мы дадим за все отчет. Тогда мы много раз помышляем и думаем, нет, это не будут даже думать. Господи, забери эту мысль. Господи, не допусти, чтобы я это делал. Вот это страх перед Господом, осознавая, что он рядышком, осознавая, что мы живем в присутствии Него. Подобно, как начальник в нашем офисе, мы знаем, что начальник, мы делаем четко присутствие начальника. Мы чтим его. Мы боремся его. Так само подобно намного больше Господа. Если мы имеем этот страх Господень, то все остальные страхи уходят, они не будут в нашей жизни. А если мы имеем страх к людям, страх к обстоятельствам, страх к чему-то еще, этот страх, который Господу, он исчезает, он имеет наши силы, потому что мы опираемся на это ничтожное что-то. А сейчас следующая краткая пауза. На этом неделе мы будем размешать о качестве внимательности и рассеянности. Лично для меня это особо важная тема, потому что знаю и замечаю то, что я не всегда являюсь внимательным человеком. И буду молиться, и вы молитесь, и чтобы Господь вразумлял, как быть внимательным. А сейчас предлагаю посмотреть стих, который мы будем изучать на этом неделе. Внимательность послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Книга притчи, 1 глава, 5 стих. Вот мудрый человек, внимательный человек, он присматривается, прислушивается. Естественно, Слово Божие, и это очень важно. А сейчас будем прощаться с вами. Если Господь благословит, дать возможность встречи с вами через неделю. Сейчас, как обычно, мы предлагаем видео, которое называется «Проверьте свое сердце». Подобное видео помогает нам узнать, насколько мы являемся в данный момент внимательными человеками или нет. Конечно, здесь внимательность говорит больше всего о Господе. Когда мы читаем Его Слово, когда мы молимся, когда мы пытаемся услышать ответ от Господа. Но если мы внимательнее в молитве и изучении Слова Божия, когда общаемся с Господом, то, конечно, и все другие сферы, когда надо быть внимательнее, намного проще решаться. Пусть вас Господь обильно благословит. Смотрите это видео. И этот конспект вы можете найти на каплисоте. Если не можете найти на каплисоте, напишите мне, я вам дам ссылку. И там эти вопросы вы можете также у себя выписать. Мне было приятно с вами. Благодарю Господу за эту возможность. И пусть вас Господь обильно благословит. С Богом! Верьте свое сердце. Отвожу ли я время для Слова Божьего и жду ли ответа от Бога? Какие стихи из Библии я читаю и заучиваю? Как Господь направлял меня в какой-то конкретной ситуации? Какой стих из Библии Господь открыл мне относительно этой ситуации? Просил ли я, чтобы Господь открыл мое сердце для слышания? Слушаю ли я наставления Господа, которые Он дает через моих властей? Как я отличаю голос Божий от других голосов? Слушался ли я чужого голоса? Каковы были последствия? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...